Здравствуйте, товарищи! Сегодня очередная журналка от Modi Mio 43 номер легендарных грузовиков СССР Масштабная модель ZIS MMZ05 Надежная опора Вот в такой коробочке он поставляется Ну, конечно, журнал, открытка, все у нас в номере есть Начинаем, как обычно, с журналом Обратимся к истории создания этих автомобилей Как все начиналось Как вы видите, в журнале есть реклама на наши автобусы Мне кажется, не стоит ее рекламировать И так все уже знают Многие на них подписаны, на наши автобусы И получают свои модели в срок Вот такая открытка в номере есть с изображением данного грузовика Три статьи в журнале Ну, давайте уже вкратце посмотрим Историю создания данных автомобилей Как тут написано, в 30-е годы Считалось, что самым совершенным грузовиком является С гидравлическим приводом Опрокидывание кузова Но, помимо этого, вначале Начали делать, мудрить разные конструкции В том числе Были привода на кузов при помощи шестеренок Там при помощи лебедок Опрокидывались были инерционные Но, тем не менее, уже после войны Нужно было устанавливать хозяйство И автомобили были нужны с гидравлическим приводом На опрокидывание кузова В журнале приведены технические характеристики О том, что нужны были автомобили-мусоровозы Которые были близкими родственниками Самосвальных автомобилей Я думаю, почитайте, ознакомитесь Ну, столица нуждалась В таких механизированных автомобилях По сбору мусора Потому что их не хватало И приходилось даже сжигать мусор на местах Что это было не экологично И чтобы вот ускорить весь этот процесс Чтобы мусор не застаивался Потому что вывозили его на грузовиках Нужна была также рабочая сила А здесь вот все было меминизировано При помощи вот таких механизированных средств Таких грузовиков, мусоровозов, самосвалов Для вывоза мусора И что самое интересное, ребят Вот через две недели выйдет Амур Который все ждут Это уральский долгожитель Амур 53-131 Вот такой зелочек С кабины 131-го зела Тоже мы его с вами посмотрим Ну, а мы с вами давайте уже перейдем К масштабной модели Наверное, уже многие посмотрели Видео Но, тем не менее, мы с вами тоже его посмотрим Вот в такой коробочке Как я уже вам показывал Он поставляется Информацию производителя Компания ModiMio ZIS 05 MMZ Давайте посмотрим модель Рассмотрим мы с вами Эту надежную опору Как она названа в журнале ZIS MMZ 05 Этот автомобильчик производился Но, вернее, шасси поставлялась На Мытичинский машиностроительный завод Это в Подмосковье находится он И производил этот завод Вот такие вот самосвальные установки На данном шасси автомобиля Ну, почему я говорю Неплохой экземплярчик Очень аккуратненько сделано Хорошая покрасочка Материалы производства Металлпластик, ребят При всем упрощении Модель, на самом деле, да Неплохая Она функциональная Подъемный кузов Даже опрокидывается задний борт Автомобиль выполнен на базе Вернее, самосвал выполнен на базе автомобиля ZIS 5 Он такой упрощенный Я не говорю про упрощение самой модели Вот, как вы можете заметить Во время войны Были эти автомобили упрощены У них стали стать вот такие вот ломаные крылья На некоторых отсутствовали фары Ну, одна фара была То есть, как бы, экономия производства И вот после войны, я смотрю, тоже Экономили материалы И делали вот такие простые Простые формы этих автомобилей Деревянная кабина Капут металлический Но в нашем случае, как я говорил Материалы производства металла Это вот эта часть кабины А крыша в ней пластиковая И все остальное, естественно, пластик По своей детализации Моделька очень неплохая Как вы можете видеть Имеет фары Из прозрачного пластика Имитация даже каких-то там лампочек, видите Также имеет дворничек Что у некоторых производителей Они отсутствуют А вот у нас на журналке Он есть Как можете заметить Шильдик ЗИС Очень такой хороший, красивый грузовичок Я думаю, в коллекции, ребята Он вам как раз вот будет нужен Если кто занимается конкретно Историей наших автомобилей В Советском Союзе и России Детализация очень хорошая Все ребрышки Все у него Ну, сымитирована, видите Деревянная кабина То есть вот из таких вот реек Имитация Вот таких вот жабр В воздух Чтобы выходил горячий Чтобы вентиляция двигателя Была Должным образом проводилась И как мы видим У нас на модели Все сымитировано Также на кузове Вы можете видеть Ребра вот такие вот Которые придают Жесткость конструкции Рычаг фиксации, наверное Кузова По нижней части у нас Очень хорошая имитация Простая, ребят Но она хорошая Рулевая тяга Передняя балка Выхлопная система То есть глушитель Имитация двигателя Коробки передач Карданного вала И, ребят, задний мост Вот даже, смотрите Есть гидроцилиндры Потому что у нас автомобиль С гидравлическим подъемом кузова Также у автомобиля Имеется запасное колесо Как видите, за кабиной Имеется фонарь Стоп-сигнала Сзади на кабине установлен Ну и как раз Вот я вам говорил О откидывании Заднего борта Он здесь вот фиксируется На кузове И вот таким путем Он откидывается Конечно, туговато идет Но модель Сделана очень хорошо И качественно По салону Ну, в салоне там ничего не окрашено Но, наверное, есть Нет, я не вижу Чтобы там был Имитация приборной панели Ну, приборов, скажем так Ну, рычаги есть КПП И, видимо, вот Рычаг привода гидравлики На кузове Как мы видим Имитация есть Двух гидравлических цилиндров Они у нас рабочие Моделька у нас Рабочая, ребят Все работает у ней Как и заявлено Но вот зеркал нету Потому что они не были предусмотрены В те времена Не требовались Такого движения не было И такого количества автомобилей Как сейчас Поэтому по безопасности Они не нужны были Вот, в принципе, все Грузовик очень простой Красивый И в коллекцию, ребят Я думаю, он должен у вас быть Ну, это мое такое мнение У меня он есть Получен по подписке Что вам рекомендую Пройти по ссылке Либо оформить подписку Либо выбрать Понравившуюся модель Которая вам понравится На сайте Где продают Эти легендарные автомобили В миниатюре В 43-м масштабе Поэтому проходите по ссылке Заказывайте Оформляйтесь И у вас в коллекции Будут уникальные Автомобили в миниатюре На этом все Мы с вами увидимся, ребят Пока всем И удачи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому